На последнем заседании Совета Висогинского Самоуправления, которое состоялось 21 декабря, был утвержден альтернативный вариант регламента работы Совета, который представил мэр Эрладас Галагус. Напомню, что несмотря на то, что новый регламент уже был утвержден большинством голосов членов Совета на предыдущем заседании, мэр воспользовался правом вето и не стал его утверждать. Среди основных аргументов принятия такого решения было несогласие мэра по ряду вопросов, касающихся начисления заработной платы членам Совета в случае их неявки на комитеты и заседания Совета. В частности, в отклоненном варианте регламента было принято решение за каждую неявку заседания Совета или комитета снижать выплаты членам Совета только на 10%, а также проводить заседания Совета только по вторникам. Мэр, воспользовавшись правом вето, отклонил это решение и представил на утверждение свой вариант регламента. Я очень рад, Совет все-таки задумался и сейчас приняли регламент, который, конечно, тоже не идеален, но, по крайней мере, полностью соответствует закону и сейчас уже можно приступать к тем изменениям, которые необходимы, которые нужны для Совета, которые, опять же, появились новые уже изменения с 1 января. И, конечно, регламент должен быть улучшен, но, тем не менее, сейчас регламент соответствует закону. Если член Совета не посетил Совет, не посетил рабочую группу или комитет, пропорционально уменьшается и его оплата за его работу. То есть, если, ну, чтобы легче понять, если было два, две встречи, то есть Совет и комитет, соответственно, вес каждого совещания по 50%, то есть на один не пришел, 50% потерял. Также среди спорных пунктов, отклоненного мэром регламента, было решение проводить пересмотр бюджета самоуправления только один раз в квартал. Было тогда то, которое я ветировал, что только раз в четверть. На мой взгляд, это абсолютно нелогично, и это направлено непонятно для чего благо, потому что бюджет нужно менять тогда, когда его надо менять. И если понадобится, то можно встречаться хоть дважды в месяц и менять. Если это улучшит жизнь наших бюджетных организаций, улучшит жизнь наших жителей, то тогда и надо обсуждать и менять. Получили дополнительное финансирование от министерства, быстро, сразу надо среагировать и подкорректировать бюджет, а не ждать каких-то трех месяцев, когда соберется совет, просто обсудить те очень важные и нужные вопросы. То есть бюджет будет уточняться по мере необходимости? Именно так. Субтитры создавал DimaTorzok